Новый этап скупки государственной собственности России американскими банкирами презентовал министр экономического развития Алексей Улюкаев. Он по итогам встречи с послом США в России Джоном Тефтом заявил, что американские компании могут увеличить свое присутствие на нашем рынке, приняв участие в приватизации крупных российских госкомпаний. То есть в условиях санкций и противостояние во внешней политике рука американских банкиров шарит у нас в кармане. Это вообще нормально? Заявление Улюкаева и приватизацию в целом накануне ТВ прокомментировал доктор экономических наук Валентин Катасонов. Заявление Улюкаева надо квалифицировать как государственное преступление, поскольку в условиях такого противостояния, когда Вашингтон по сути дела называют Российскую Федерацию своим главным противником и не только называют, но и предпринимают фактические меры. Естественно, что в этих условиях и экономическая политика должна тоже учитывать реалии международной обстановки. А то, что говорит Улюкаев, это фактически означает, что он является агентом влияния, причем очень высокопоставным, и фактически пытается разрушить наш тыл. Есть и другой момент. Ряд экспертов и общественников сегодня требуют пересмотреть итоги приватизации 90-х годов. И потому проводить новый этап приватизации, мягко говоря, некорректно, когда с прошлой-то еще не все ясно. Валентин Катасонов разделяет эту точку зрения. Сейчас надо ставить вопрос не о каких-то новых приватизационных сделках, а поставить вопрос о ревизии сделок 90-х годов. Приватизация в данный момент вообще достаточно странно выглядит. На фоне той истории, которая сейчас разворачивается с ЮКОСом, Следственный комитет Российской Федерации заявил о том, что изначально передача активов компании ЮКОС, она, оказывается, была нелегитимна. Тут, собственно говоря, выплывают вот эти самые застарелые проблемы 90-х годов, вообще легитимность приватизации. На самом-то деле, и счетная палата в конце нулевых годов проводила аудит итогов результатов приватизации 90-х годов и пришла к выводу о том, что большая часть сделок они были проведены с дальнейшими нарушениями. Валентин Катасонов уверен, что бы ни говорил Улюкаев, без пересмотра старой приватизации нельзя проводить новую. Но и от Улюкаева тоже что-то требовать не получится. Просто потому, что этот чиновник занимается банальным просиживанием штанов. А дело в том, что у нас нет экономики, по большому счету. И господин Улюкаев непонятно, чем управляет. Господин Улюкаев в основном занимается вербальными интервенциями. В основном, значит, говорит, что все не так страшно и все не так плохо. И рекомендует гражданам России заботиться о своем здоровье. То есть человек просто находится не на своем месте. Ничего он реально не управляет. Что-либо требует от Улюкаева, этой куклы совершенно бесполезно. Необходимо действительно выстраивание альтернативной, принципиально иной экономической системы, которая была бы защищена от внешних дестабилизирующих факторов. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова